Круто! Такое представление! Окей, всем привет! Спасибо, что пришли послушать мое выступление. Меня зовут Татьяна Шепелева, и я из Димитровграда. Об этом городе вы, скорее всего, ничего не слышали. Он примечательен тем, что в нем расположен НИАР, он на картинке. Это самый большой в России институт атомных реакторов с действующими атомными реакторами. Жаль, что туда сложно попасть, а то бы я показала его поближе. Я работаю инженером по качеству уже 8 лет и помогаю командам с оптимизацией тестовой стратегии и автоматизацией. Последние 6 лет я работаю в компании Топтал. За это время я успела посетить 36 стран. И только не спрашивайте, какая страна мне нравится больше всего. Если вы не знаете, что такое Топтал, то это глобальная сеть ведущих специалистов области дизайна, финансов и разработки, которая помогает компаниям легко масштабироваться. Сегодня я собираюсь говорить о тестировании сервисной архитектуры. Какие решения мы рассматривали, когда столкнулись с этим в Топтал? И почему мы выбрали, собственно, то, что мы выбрали? Наверное, все в этом зале знакомы с микросервисной архитектурой. Нет? Окей. Сервисы в таком подходе заточены на решение узких задач и легковесны. Они изолированы друг от друга. Одна команда может разрабатывать что-то независимо от другой, деплойт независимо от другой и иметь свой CI или деплоймент, флоу, если хочется. Ну и, конечно, микросервисы — это суперинтересно, потому что с ними приходится решать уже абсолютно другие задачи, чем у тебя монолитное приложение. И одна из таких задач — тестирование. Топтал, как и многие, начал свой путь с монолитного приложения. Несколько лет назад, когда мы были поменьше, команда разработки тоже была поменьше, и мы успешно справлялись с монолитным приложением. Потом мы стали расти, и одна команда превратилась в несколько, и мы достигли точки, когда разные команды меняли один и тот же код, и конфликты при ребейзе превратились просто в кошмар. Sorry. Чтобы оценить масштабы монолитного приложения, могу сказать, что у нас было порядка 2000 end-to-end тестов, тестов, которые тестируют приложения как пользователь. В один поток они бегали примерно 3800 минут. Конечно, мы не запускали их в один поток. С парализацией на CI они проходили примерно 45 минут. Поддерживать такое количество кода сложно, и разработка новой функциональности достаточно затратна. Разделить приложения на микросервисы нам казалось логичным решением. Но тут встает вопрос, что делать с тестированием? Как тестировать интеграцию между микросервисами? Оставлять ли существующие 2000 сценариев, то есть end-to-end тестов, и разворачивать все сервисы вместе с ними, или искать другое решение? Допустим, если отделить один сервис, то задача вполне посильна, особенно если этот сервис не имеет своей базы данных. Нужно будет развернуть лишь один дополнительный сервис. End-to-end тесты будут запускаться на каждое изменение в каждом сервисе. Нагрузка на CI возрастет, но это терпимо. Когда сервисов становится больше, то задача становится уже сложнее. В инфраструктуру для погона тестов локально или на CI нужно включить разворачивание уже пары сервисов. Время на прогонах тестов увеличится. Несмотря на то, что меняется один сервис, тесты гоняются вместе для всех. Это увеличивает нагрузку на CI. Плюс добавляются сложности с генерацией и синхронизацией тестовых данных. У нас микросервисная архитектура. Со временем количество сервисов будет расти. Для разработки end-to-end тестов уже нужно держать в голове всю схему зависимости сервисов. Нужно понимать, как развернуть тестовую среду, как тестовые данные должны быть сгенерированы. А если тесты падают, то тратится много времени, чтобы разобраться в причине и ее исправить. Каждый сервис может иметь отдельную базу данных. Тогда встает вопрос, что тестовые данные нужно как-то синхронизировать между ними, чтобы мы не попали в стейт, который просто невозможен в продакшене. Сервисы могут работать с разными языками программирования или даже с разными версиями одного языка. Например, на Ruby 2.7 не получится мигрировать сразу DCT сервисам, а тестировать нам хочется в максимально похожих на продакшен условиях. И, конечно, сервисы могут использовать разные протоколы. Например, HTTP или Kafka. На сами N2N-тесты это не влияет, но это и влияет на инфраструктуру для них. Каждый дополнительный сервис увеличивает время прогонов N2N-тестов. Судя по нашим логам, это примерно 5 минут на сервис. Получается, что содержать существующие тесты – это дорого в плане инфраструктуры, дорого в плане времени выполнения, плюс N2N-тесты нестабильны вследствие своей архитектуры, а дополнительные задержки на запросы до микросервисов делают их еще более нестабильными. Нам захотелось тестировать сервисы изолированно и как они разрабатываются, а саму интеграцию между ними тестировать отдельно, чтобы мы не сомневались, когда и какой сервис мы можем выгружать в продакшн. Мы стали думать над решением, которое позволило бы нам снизить количество N2N-тестов, но не потерять покрытие. Каждая интеграция имеет провайдера, кто, собственно, предоставляет это API, и одного или несколько консюмеров, кто пользуется этими API. Мы собрали наши пожелания. Основные языки — это Ruby и JavaScript. Они точно должны быть. Остальные — классно, если будут, или есть возможность под них быстро адаптировать tool. Основной протокол — HTTP. Если уже есть готовое решение для WebSockets, просто отлично. Нам было важно уменьшить время на поддержку тестов по сравнению с N2N-тестами. Сервисы постоянно меняются, и, скорее всего, API тоже будет постоянно меняться. Поэтому нам нужен подход, который позволит менять тесты быстро и проверять не только консюмеров API, но и провайдера, сервис, который предоставляет это API. Первым мы рассмотрели Record and Replay подход. Это библиотеки, которые помогают записать запросы от одного сервиса к другому, пропуская через себя запрос. Для этого нужно развернуть оба сервиса локально и прогнать тесты. Запросы запишутся в файл. Потом этот файл можно проигрывать. Тем самым консюмер, использующий API, может проверять интеграцию на своей стороне. Тесты при таком подходе имеют хороший перформанс. Естественно, они независимые, и записанные кассеты достаточно легко настраиваемы. Но перезаписывание кассет при этом очень болезненный и трузоемкий процесс. Каждый раз надо будет разворачивать сервисы, настраивать тестовые данные и прогонять тесты для их записи. Я привела для сравнения пару библиотек, их гораздо больше. PolyJS и VCR — это одни из самых популярных. Record and Replay подход хорош для проверки простых интеграций, когда ваша API не меняется или меняется очень редко, что не наш случай. Затем мы рассмотрели фейк-сервер. При таком подходе провайдер подготавливает фейк-запросы с ответами. Каждый клиент может скачать этот стаб и проверить, что они используют API корректно. Получается, что провайдер ответственен и за поддержку API, и за mock-сервер. Изменения в фейк-сервере происходят одновременно с изменением в коде, что упрощает поддержку тестов. Но проверить, что провайдер не ломает поведение консюмера, можно только если вы запустите все тесты на консюмерах. И это не работает из коробки, надо либо запустить все тесты руками, либо настроить CI. А это дополнительная работа. Если API меняется версионно, то фейк-серверс отлично подходит. Разрабатывается новая версия API, готовится фейк-сервер, прогоняются тесты, фиксится поведение консюмеров и один за другим сервисы релизятся. Но у нас API постоянно меняется, поэтому фейк-серверс не подошли. Я привела в пример две библиотеки, wiremock и mock-сервер. Есть также библиотеки с поддержкой отдельно веб-сокет, написанные на Java. Следующий мы рассмотрели контрактное тестирование. Это подход, когда между консюмером и провайдером устанавливается контракт, и для каждой пары консюмер-провайдер этот контракт свой уникальный. Каждая сторона проверяет свое поведение относительно этого контракта. Записать запросы и установить контракт можно на стороне консюмера и на стороне провайдера. Но обычно консюмер более заинтересован в поддержании контракта актуальным и инициирует изменения в коде, в API. И это консюмер, кто хочет быть уведомлен, если что-то поменялось в API. Поэтому мы рассматривали именно контракт-тест, когда консюмер описывает запросы и ответы, которые ему нужны. Контрактные тесты проверяют, что консюмер отправляет запрос в виде указанного в контракте и описывают требуемый ответ. Тем самым из указанных запросов и ответов собирается контракт. Далее на стороне провайдера контрактные тесты разворачивают mock-сервер на базе контракта и по очереди отправляют запросы на провайдер. Провайдер отвечает на эти запросы и тесты проверяют, то ли это то, что консюмер ожидает. Если нет, то тесты падают, указывая ожидаемый ответ. Получается, что контрактные тесты позволяют клиенту иметь mock-провайдера и валидировать свое поведение относительно него. В то же время mock верифицируется на стороне провайдера. И провайдер в любой момент времени может проверить свои изменения, не подключая консюмеров к проверке. Я привела в пример две библиотеки Spring Cloud и Pact. И Spring Cloud как раз пример провайдер-дривен контракт тест, а Pact – консюмер-дривен контракт тест. Контрактные тесты позволяют иметь максимально изолированную инфраструктуру для тестов по сравнению с N2N тестами, и они работают быстрее, они работают стабильнее поэтому. Но контрактные тесты не проверяют бизнес-логику как таковую. Это может быть как сайд-эффект, но их основная цель – проверить, что API остался таким же, как и был. Например, провайдер не удалил деприкейтед поле, которое вы по какой-то причине все еще использовали, или вместо талент поле, которое возвращало раньше имя фрилансера, у вас теперь объект, в котором есть поле name. Если у вас динамично развивающийся API, то такие казусы вполне возможны, как бы хорошо не был построен процесс код-ревью. Наш выбор пал на пакт. Пакт – это семейство библиотек с открытым исходным кодом для записи прогона и проверки контрактов. Что я люблю в этом туле, так то, что уже есть на библиотеке написанные для многих популярных языков, Ruby в том числе. Он интегрируется в существующий TAFE framework, то есть его максимально просто интегрировать в имеющуюся структуру ECI. Он работает с Karma или Test, Respec или MiniTest. Сам контракт – это JSON-файл, который при желании можно не только прочитать и понять, но и использовать как документацию. Давайте посмотрим, как выглядят такие тесты. Допустим, есть тендпоинт, который возвращает список стран. Он слева. Мок на пакте будет выглядеть, как описано справа. Сейчас мы его рассмотрим детальнее. Чтобы использовать пакт-мок-сервер, нам нужно сначала указать его в пак-хелпере. Мы указываем имя консюмера для контракта, потом кто у нас провайдер, потом имя нашего мока, API и порт, на котором мы хотим его запускать. 1, 2, 3, 4, 5, в общем-то. Далее мокаем запрос. Задаем состояние провайдера, given. Мы хотим получить список стран. Нам особо не важно, какие страны конкретно это будут. Просто какой-то list of countries. Потом мы именуем запрос. Вместе с состоянием провайдера это будет уникальный ID в контракте. У вас может быть одинаковое upon receiving на разные состояния провайдера и наоборот. Потом задаем параметры самого запроса. Метод, пав заголовки, если нужны, я указала authorization token. И, конечно, описываем желаемый ответ. Статус заголовки body. В body я использовала матчер, предоставляемый библиотекой пакт, each like, он проверяет каждый элемент массива на похожий с указанным объектом. То есть пакт проверит, что каждый элемент в массиве это объект, включающий поля ID и name, и что ID это number, а name это string. И это лишь один из матчеров в пакте. Также есть возможность кастомных матчеров, когда можно проверить значения с помощью regex. С mock'ом мы разобрались. Теперь пишем сам тест. Мы проверяем непосредственно метод, который дергает наш запрос, getCountries. Помещаем mock с прошлого примера в блок before, где у меня есть комментарий. И пишем тест на сам метод getCountries. Предположим, что он ничего особо не делает, кроме как выполняет запрос и создает новый instance getCountries. Что мы и проверяем. То есть, в общем-то, это не какой-то отдельный тест, а этот обычный тест, который проверяет поведение кода, как если бы вы это делали с помощью стабов, то есть если бы вы стабили этот запрос. И, конечно, ой, извините. Мы програли эти тесты, записали контракт. И, конечно, нам нужно теперь его проверить на провайдере. Для этого нужно описать провайдер state, который мы указали в контракте. Provider has a list of countries. Нам нужно создать несколько стран. Какие конкретно страны? Опять же, нас не интересует. Мы просто вызываем create list, создаем несколько стран. И верификация выполняется с помощью рейк-таск, который предоставляется пактом. Он возьмет этот стейт и пошлет запросы на провайдер и выполнит, в общем-то, верификацию контракта. Что делать, если у вас GraphQL? В целом то же самое, что и с REST. Предыдущий пример. Но, например, в Pack.js предоставляет специальный DSL для удобства работы с GraphQL. Рассмотрим пример. Как это будет выглядеть в Pack.js. Допустим, у нас есть query, который запрашивает список стран. Такая простая query. И в целом это превратится в нечто такое, что описано справа. В примере с REST, да, мог выглядел попроще, но что делать? Первые строчки, те же, что и в прошлом примере, given и upon receiving. Потом указываем operation. Предполагаем, что это у нас именованная query. Потом сама query, непосредственно, как она отсылается. Потом variables, которых у нас нет для простоты примера. Потом идет with request. Так же, как в предыдущем примере. Мы указываем path, метод, заголовки. В заголовках опять authorization token. И описываем ответ will respond with. Опять же, status, headers, embody. В body я использовала опять в матчеру each like. Запишем сам тест после этого. И помещаем наш блок в блок before each. Вот там комментарий. И добавляем его с помощью команды under interaction в наш mock сервер. И после этого пишем тест сам. Предположим, что у нас нет своего раппера для вызова API. Это делает Apollo. Поэтому я где-то создала новый клиент Apollo. Клайн назвала его. И передаю query непосредственно ему, который, в общем-то, будет выполнять этот запрос. И в результате мне вернется ответ. Ответ будет то, что мы, в общем-то, замокали. Поэтому я ничего не проверяю, кроме type name. Потому что это бессмысленно проверять свой жмок. Нам важно, чтобы выполнился запрос. И пакт-брокер его поймал и записал нам контракт. После этого прогон тестов. Контракт записан. А верификация на провайдере будет выглядеть аналогично предыдущему примеру. Как же быть, если у вас веб-сокетс? Жить можно. Но это поддерживается не всеми библиотеками. Общая спецификация уже выпущена в пакт-спек 3.0 для месседжес. Адаптирована только одна библиотека пакт.js. Если она очень нужна, то можно адаптировать библиотеку для своего языка. Что делать, если у вас gRPC? Ну, в целом, страдать. В Slack'е пакт.io есть отдельный канал, где можно обсудить, как это можно сделать. И существующие идеи. Есть даже человек, который решил начать этот процесс, но готового решения пока нет. Отлично. Мы написали тесты, записали контракты, и у нас возникла проблема, где, собственно, хранить эти контракты. Тут есть несколько опций. Можно хранить на своем CI, например, в артефактах на Jenkins. Мы никогда этого не использовали, не знаем, насколько это удобно. Можно хранить прямо в репозитории консюмера. Мы использовали такой подход в самом начале. Также есть специальный сервис для хранения контрактов – пакт-брокер. Пакт-брокер хранит разные версии контрактов, теги и результаты проверок. Для настройки всего флоу есть уже встроенные вебхук решения. Можно настроить, чтобы запускались тесты на Travis или Jenkins, или приходили оповещения в Slack или GitHub. Кроме того, есть полезный тул Can I Deploy, который отправляет запросы на пакт-брокер и проверяет, что уже существует успешная верификация. Для версии контракта, для версии приложения, которую вы хотите задеплоить. Это можно добавить в Jenkins pipeline и иметь continuous deployment. Процесс пакт-брокер выглядит примерно так. Сейчас я вам расскажу. Мы пишем тесты на клиенте, генерируем или обновляем контракт, отправляем его на пакт-брокер и контракт хранится там. Пакт-брокер запускает верификацию на провайдере, на Travis или Jenkins, или что-то еще. Это настраивается с помощью вебхукс. Затем результаты верификации отправляются обратно на пакт-брокер и уже хранятся там. И пакт-брокер отправляет результат верификации на GitHub и проставляет PR-чек. Это также настраивается с помощью вебхуков. На пакт-брокере можно видеть список всех контрактов, также данные по последней верификации, когда она была переведена, когда вызывались вебхуки в последний раз, то есть всю информацию по контрактам. Также есть граф зависимости между сервисами. Стрелка указывает направление от консюмера к провайдеру. Если двойная стрелка, то это значит, что сервис является и консюмерами, и провайдерами друг у друга. Пакт-брокер также позволяет просматривать контракт как документацию. Контракт из первого примера будет выглядеть примерно так. Мы рассмотрели контрактные тесты в приближении. И что такое пакт? Теперь давайте разберем, как будет работать весь флоу. Секунду. Начнем с консюмера, так как у нас консюмер-дривен контракт тест. У нас есть полреквест, и в нем коммит с изменениями. Допустим, что у нас есть какой-то CI, и на полреквеста можно прогнать тесты. Среди них будут и наши контрактные тесты, которые сгенерируют контракт и отправят его на пакт-брокер. Версия контракта будет наш коммит хэш и тег имя-ветки. Пакт-брокер решает, изменился ли контракт. Если да, он запускает проверки на CI. То есть на кодовой базе провайдера верифицируют контракт, который мы только что загрузили. После верификации тесты отправляют результат на пакт-брокер, указывая версию провайдера, на которой проходила проверка и тег ветки мастер. Потому что проверка проходила на мастере. Как только пакт-брокер получит эти данные, он отправит результат дальше. В нашем случае на гитхаб. Он проставит коммит чек. Допустим, что проверка успешная, мы можем мерчить. Good. На мастере проходит похожая процедура. Меш-мастер запускает тесты на CI. Среди них и контрактные тесты. Если они прошли, то сгенерировали контракт, который отправляем на пакт-брокер, указывая версию commit-хэш и тег мастер. Уже мастер. Если контракт поменялся, то вызывается проверка контракта на провайдере. В конце которой отправляются результаты проверки на пакт-брокер с указанием версии и тега. Пакт-брокер отправляет результат на гитхаб. Ок. Чтобы выгрузить мастер в продакшн, сначала проверяем, есть ли у нас результат верификации контракта между коммитом, который мы хотим задеплоить, и продакшн версии провайдера. Если такая верификация уже существует, то мы можем деплоить. После этого, после деплоя указываем, какая версия контракта теперь у нас в продакшне. То есть тегируем эту версию продакшн тегом на пакт-брокере. Это нужно, чтобы уже провайдер мог определить, может ли он деплоить или нет. Процесс на провайдере выглядит попроще. Когда мы открываем pull request, вместе с тестами мы запускаем рейк-таск на проверку мастер-контракта. После проверки можно отправить результат на пакт-брокер с указанием версии и тега. Но это не обязательно для проверок с веток, так как даже если верификация упала, это нормально для… Потому что в ветке работы может быть еще не закончена. Потому что сам статус нам проставляет CI после выполнения рейк-таска. Допустим, что все окей, можно мержить. В мастере процесс повторяется. Проверяем код относительно последнего мастер-контракта. Единственное отличие, что в мастере мы обязательно отправляем результаты проверок. Указываем версию, относительно которой контракт был проверен и тег, мастер. Когда мы решим деплоить, нам нужно спросить пакт-брокер, есть ли у него результаты для нашего коммита и версии контрактов в продакшене консюмера. Или консюмеров тоже. Если есть, то мы деплоим. И помечаем выгруженную версию как продакшен на пакт-дрокере. Так выглядит примерный сетап для continuous integration. Если вам нужен continuous deployment, то, в общем-то, все то же самое. Только вместо проверки мастер-контрактов вы проверяете уже продакшен-контракты, то есть контракты, помеченные тегом production. А вместо проверки контракта на мастере-провайдере вы проверяете его относительно версии продакшен-провайдера. В итоге получается, что вместо ожидания в 3800 минут все верификации занимают примерно 10 минут. То есть через 10 минут вы уже знаете, сломаете ли вы интеграцию или нет. Контрактные тесты проще поддерживать, так как они часть ваших юнит-тестов и используют, собственно, ту же самую инфраструктуру. И коммуникация с пакт-дрокером может показаться сложной, но это расплата за гибкость сервисной архитектуры. Плюс, если не хотите совсем избавляться от end-to-end тестов и тестировать критичную функциональность, то с контракт-тестами можно минимизировать их количество. Хорошо, спасибо. Надеюсь, вы попробуете контрактные тесты в своем приложении. Да, и вам станет проще жить в хаосе сервисной архитектуры. И буду рада пообщаться на тему контрактов и тестирования. Стенд отоптал и ответить на ваши вопросы. И у нас тогда получается 10 минут на вопросы на тестирование. Сейчас мы будем бегать и не пытаться не завязываться к проводам. Есть один вопрос касательно контактного тестирования GraphQL, потому что, по моему опыту, кажется, это небольшой ОРХ. В принципе, там есть всего два кейса, которые нужно закрыть. GraphQL по сути сам нельзя это в коммуникации контактов. Там есть два кейса, в которых можно выстрелить спиртном. Это эволюция схемы, не рекомендованной путями. Например, мы меняем тип данных, что в принципе плохо, и это можно отловить на уровне по требованию. И это убирание техники этих полей раньше, чем все консюмеры будут им пользоваться. Но это решается на уровне мониторинга использования этих полей. То есть не является ли это просто оверхедом? Такой вопрос в данном случае. Ну тут непонятно, как вы будете выстраивать эту систему мониторинга полей? То есть вам что-то нужно иметь? Торсировка всех запросов и анализов. В принципе, там в том же Apollo сервере и у них есть гитвей, можно это делать автоматически? Да, можно валидировать схему. То есть, в общем-то, у нас такое тоже использовалось до того, как у нас внедрили пакт. Это, в принципе, рабочее решение. Единственное, что деприкатить поля, их надо, конечно, аккуратно. И если у всех есть валидация схемы, опять же. Конечно, тут это можно посчитать оверхедом, но в целом, например, схема вам не отразит, в каком виде у вас приходят ошибки. Как они возвращаются, на какие поля у вас какие ошибки приходят. То есть это все можно отследить в фактах, записать на это, в общем-то, запрос и тест. Но у нас была проблема именно с деприкатить полями и понять, где используется, каковое поле, если у вас одна и та же схема используется во многих… Ну, то есть у вас одно API использует там 5 провайдеров. Да, да. Это понятно. Есть по поводу ошибок в схемах, в принципе. Если мы ошибки рассматриваем так же, как данные, возвращаем через схему, с этим проблем нет. По поводу деприкатить полей я с вами согласен, но мне просто кажется, разработчики же пишут эти тесты или их пишут… Ну да, да. У нас есть идея о том, чтобы сгенерировать на базе схемы контракт-тесты. Ну, то есть не сами тесты генерировать, а мы как бы вот отдаем эту query и говорим, верни нам, пожалуйста, примерные значения, какие должны быть в контракте. Ну, то есть можно такое попробовать решение. Да, я согласна. С GraphQL, возможно, можно обойтись просто в валидацией схемы и корректным код-ревью, если вы полагаетесь. Но я уже отмечала, что когда у вас в разработке там около 100 человек, например, они меняют, то код-ревью иногда не спасает. Просто потому что вам нужна какая-то защита со стороны вашего приложения. И проблема в том, что никого больше это не интересует, кроме как вашу команду, потому что когда вы выиграете дитпродакшн, то у вас будут проблемы, и там у вас… Ой, у нас не работает, срочно, пожалуйста, фиксите. Ой, ну вот та команда неправильно сделала код-ревью. Окей. А вам с этим жить? Да, это хорошо. Да. Следующий вопрос? У нас все, видимо, очень скромные. Или все все поняли? Так, тогда можно отправляться на срочный перерыв и встречаться здесь еще через 15 минут. Спасибо большое.